Добрый вечер! Вы смотрите информационный выпуск сегодня в начале о главных событиях 14 августа. Главные требования качественно и в срок. Подрядные организации доложили о ходе работ на строящихся объектах председателю правительства. Обеспечение бесплатным питанием образовательных учреждений. В Министерстве образования пересмотрели лимиты финансирования. Активный отдых при общении к историческому наследию и национальным обычаям. Молодежь отдыхает в палаточном этнолагере. Своевременная и качественная реализация инвест-программы является одной из самых важных задач, сказал председатель правительства во время встречи с представителями подрядных организаций. Особое внимание премьер попросил уделить капитальному строительству столичных улиц. Тему продолжит Роза Тедеева. Руководители подрядных организаций доложили премьер-министру о ходе работ на объектах по инвест-программе. Ранее президент республики поручил ускорить темпы, наверстать отставание по графикам. Эрик Пухаев особое внимание уделил капитальному строительству столичных улиц. На шести улицах из восьми завершена прокладка канализационных и водопроводных коммуникаций. Продолжается работа по замене газовых сетей. Что касается сроков строительства, нужно успеть выполнить работы на всех улицах до ухудшения погодных условий, сказал Эрик Пухаев. Ожидается поставка оборудования и частей сборных конструкций для обустройства полигона твердых бытовых отходов. Премьер-министр поручил городской администрации держать под контролем строительство мусорного полигона. До конца года под крышу подведут строящиеся многоквартирные дома в районных центрах ЗАУ и ЗНАОР. Строительная компания СТМЮК приступила к возведению домов и в столице республики, на улице Братьев Губаевых и в районе бывшей текстильной фабрики. Возведение третьей школы идет с опережением графика. Отставание удалось избежать благодаря рано начатым работам. Третья школа радио, Эрик Пухаев, он за счет своих средств работал. Значит, по средней части у них идет кладка стен второго этажа, по западной части у них идет кладка стен третьего этажа, и по восточной части они перекрытие установили на втором этаже плиты, и там вот они начинают кладку стен третьего этажа. Нехватки в стройматериалах нет. По словам руководителей подрядных организаций, налаженная схема поставок позволяет своевременно привозить в республику необходимые материалы. Эрик Пухаев поручил ответственным лицам держать на контроле и этот вопрос. Роза Тедеева, Аида Кочиева. Информационный выпуск сегодня. Из-за сложившейся ситуации с провозом продуктов питания через таможню, многие потребители выражают свое недовольство, сетуя на нехватку продовольственных товаров. Наша съемочная группа совершила обезд некоторых торговых объектов, и, как выяснилось, необходимые товары есть в продаже. Тему продолжит Стейла Бязрова. Проблемы на государственной границе лишили торговые объекты мясомолочных продуктов. Несколько дней покупатели ощущают острую нехватку молочной продукции. На прилавках достаточно разного рода круп и иной продукции. А вот молочка расходится за считанные минуты, рассказывают предприниматели. Товар во многие магазины завезли позавчера, но из-за ажиотажа сильно возрос спрос на яйца и все виды молочки. Теперь предприниматели ждут привоза следующей партии молочной и мясной продукции. Небольшое количество товара мы смогли завести с ТЭКа, где оптовые продажи. Ну, люди сразу же раскупили. Досталось нам и так очень мало. А раскупили. Ну, больше всего спрашивают, конечно же, молочку, потому что это крайне необходимо как для детей, так и для взрослых, я считаю. Отсутствует весь молочный продукт, отсутствует, вплоть до масла, сливочное масло. Также проблемы с колбасными изделиями. В некоторых магазинах ситуация намного лучше. Сегодня привезли товар. Жительница столицы, Фатима Тедеева, уже несколько дней ждет молочку. Как только узнала о том, что в республику доставили продукты, сразу же вышла в ближайший магазин. Обошли мы и овощные магазины. По словам предпринимателей, они вовремя пополняют магазины, и особых проблем с завозом у них не возникало. Кроме того, нередко овощи и фрукты они закупают у местных фермеров и земледельцев. Руководство республики планирует провести совещание с представителями таможни Российской Федерации в начале следующей недели и найти пути решения многолетней проблемы. Сегодня в республике Абхазия проходят памятные мероприятия. В этот день Грузия развязала войну с мирным народом. Ценой больших потерь защитники отстояли свою свободу. Военные действия завершились поражением войск агрессора. Героев освободителей помнят. Возложены цветы и венки к мемориалу упавших. Сегодня в республике Абхазия вспоминают события 28-летней давности. 14 августа 1992 года на территорию Абхазии вторглась Грузия. Война, длившаяся 413 дней, унесла сотни жизней. Грузия, возомнившая, что может силой отобрать абхазские земли, вновь была вынуждена пуститься в бегство. Войные действия завершились поражением грузинских вооруженных сил. Ежегодно в этот день во всех городах и районах республики проходят памятные мероприятия. Сегодня ветераны войны, представители руководства республики, общественность возложили цветы к мемориалу боевой славы и мемориалу первого президента Абхазии Владислава Ардзинба. Почтили память и тех погибших товарищей, которые приехали на помощь братской Абхазии из республик Северного Кавказа. По случаю Дня памяти защитников Отечества Анатолий Бибилов направил телеграмму президенту Республики Абхазия Аслану Бжаня. От имени Республики Южной Осетии от себя лично адресую вам слова поддержки и сопереживания по случаю Дня памяти защитников Отечества. 14 августа 1992 года эта скорбная и памятная дата в современной истории Республики Абхазия стала отправной точкой подъема абхазского народа, который ценой тяжелых потерь отвоевал свою свободу. Народ Южной Осетии вместе с абхазскими братьями и сестрами склоняет голову перед защитниками Абхазии, которые в боях за свободу и независимость страны проявили беспримерный героизм и отвагу. Желаю братскому абхазскому народу счастья и благополучия. О Республике Абхазия мира и процветания. В боевых действиях участвовало более 12 тысяч человек. По данным Минобороны Абхазии погибло более 2700 человек и более 5000 получили ранения. Свыше 200 числились пропавшими без вести. За независимость Абхазии вместе с юнородом сражались добровольцы из Южной Осетии. Алена Алтаева, Фатима Кумаридова. Информационный выпуск. Сегодня. С учетом роста цен правительством Республики утверждены новые нормы расходов на обеспечение бесплатным питанием учащихся государственных образовательных учреждений. Финансовые средства, выделяемые на питание, увеличены. Ведется работа над вопросом обеспечения школ и детских садов необходимым объемом продовольствия. Один из главных организационных вопросов во время подготовки к новому учебному году – обеспечение бесплатным питанием учащихся государственных, общеобразовательных и дошкольных организаций. Ввиду увеличения цен на продукты питания в Миноборнауке пересмотрели лимиты финансирования. В последний раз цены утверждались в 2015 году. В этом году с учетом роста цен правительством Республики утверждены новые нормы расходов. Финансовые средства, выделяемые на питание, увеличены на 30 миллионов рублей. До принятия данного постановления правительства у нас на одного ребенка, который у нас учился в садике, приходилось 93 рубля и 70 копеек. На сегодняшний день с учетом нового постановления правительства эта сумма увеличилась до 128 рублей и 20 копеек. Что касается групп продленного дня и в общем школ, ситуация у нас выглядела в прошлом году таким образом, что ребенка выделялось 47 рублей. С учетом данного постановления сумма увеличилась до 64 рублей и 80 копеек. Также по интернатам и детским домам сумма в прошлом учебном году у нас составляла 165 рублей и 70 копеек, насколько я помню. В нынешнем учебном году эта сумма будет равна 190 рублям и 60 копейкам. И Министерство образования, и другие ответственные ведомства работают над тем, чтобы обеспечить школы и детские сады необходимым объемом продовольствия. По-прежнему горячим питанием в школах будут обеспечены группы продленного дня, учащиеся с 1 по 4 классы, которые пребывают в учебных заведениях 6-8 часов. Горячим питанием у нас будут обеспечены все городские школы, районные школы, за исключением ряда школ Цхинвальского района, где, к сожалению, нет возможности, технические условия не позволяют заниматься организацией питания. Помимо 64 рублей, которые выделяются на горячий завтрак в продленных группах, у нас предусмотрено, скажем так, вроде называют вторым завтраком. Зачастую это бывает определенного вида напиток и булочка. Особое внимание уделяется питанию в детских садах. Здесь трехразовое питание и обязательное наличие фруктов. Все дошкольные учреждения будут обеспечены продуктами в полном объеме. В дошкольных образовательных учреждениях у нас меню, которое составляется, предусматривает, что в день воспитанник должен питаться три раза. Это завтрак, обед и ужин. За день ребенок, соответственно, с санитарно-опидемиологическими нормами должен получать необходимую порцию килокалорий. До шкалята, конечно, у нас будут обеспечены горячим питанием, овощами, фруктами, молочными продуктами питания. То есть, весь этот рацион, он разработан, скажем так, диетологами и все это нашло отражение в тех меню, которые были составлены. Учитывая то, что школы и детские сады ввиду карантинных мер несколько месяцев не функционировали, удалось сэкономить направленные финансовые средства. Эти деньги будут перераспределены на организацию питания на первое полугодие нового учебного года. В Южной Осетии за сутки проведено 80 тестов на коронавирус у граждан, которые пребывают на карантине. Все результаты исследований отрицательные, сообщает ЮГОСЭД Потребнадзор. В инфекционном отделении на данный момент нет пациентов с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19. В Дзавском районе в палаточном этнолагере для 67 ребят созданы комфортные условия для пребывания. Это активные досуги, образовательная программа, а именно молодежь приобщается к историческому наследию, национальным обычаям предков и изучает флору и фауну родного края. Сегодня отдыхающих ждал сюрприз. О нем нам расскажет Агунда Гопосова. 12 августа в селении Начри Подзавского района открылся палаточный этнолагерь. Организатором выступает Комитет по молодежной политике и спорту. Проект был реализован в рамках государственной программы духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. Целью организации этнографического лагеря является приобщение молодежи к историческому наследию, национальным обычаям, знакомство с географией родного края. Возраст участников составляет от 14 до 17 лет. В первом потоке 67 человек. Для комфортного пребывания молодежи обустроены душевые, столовые, игровые зоны. Палатки, большие палатки по МИРМ-30. В них находятся двухъярусные, одноярусные кровати со всеми спальными принадлежностями. Таких палаток у нас четыре. Есть душевые, есть место для купания. Речка Джо-Джора, она правда холодная, но все равно дети, по возможности, когда выглядывает солнце, они сразу бегут купаться. Даже если у них какая-то программа, они встают и голопом бегут купаться, чтобы как-то успеть, потому что здесь вот это место характерно тем, что, видите, сейчас тоже капает дождь. Каждый вечер по традиции все собираются вокруг костра. Готовят здесь профессиональные повара. Безопасность участников обеспечивают сотрудники органов внутренних дел. Со здоровьем следит дежурная бригада врачей. Программа этнолагеря разнообразна. Это не только активный отдых, но и посещение исторических достопримечательностей, проведение мастер-классов. Мы здесь знакомим с остинскими национальными играми, с остинскими национальными костюмами. И мастер-классы будут проходить по резьбе по дереву, по изготовлению остинских национальных кукол, по выпечке остинских пирогов для девочек. И еще очень много интересного. Также походы на озеро Коз, на Моровский крест. Я в прошлом году принимал участие, тоже как вожатый. Я приехал на лагерь. Очень понравилось, дети были довольны. Мне само было очень довольны. Я остался. Куча эмоций, куча воспоминаний. Что-то сам узнал новое, что-то помог узнать более молодому поколению. Я бы порекомендовал просто больше приходить сюда. Чем больше людей, тем веселее. Сюда очень много активной молодежи приезжает, и мы ими вполне даже довольны. Они ведут себя довольно-таки активно. Молодежь познает флору и фауну родного края. А активный отдых помогает развить физические качества. Скучать им не приходится. Каждый день веселые соревнования и игры. Ребята ежедневно учатся чему-то новому. Ставить туристические палатки, разжигать костер, ориентироваться в местности, работать в команде. С первого дня нам очень понравилось. Каждый день у нас тут. С утра у нас начинаются утренние зарядки. Потом мы почти каждый день играем в разные игры. Разъединяемся на команды, например. В конце дня, вот лагеря, когда мы закончим, то нам обещали какие-нибудь призы, кто будет активнее. Мы все стараемся быть активнее. Я первый раз в лагере. Это мой первый лагерь. И мне очень радостно, что я попала именно в этот лагерь, потому что мне тут очень нравится. Ну, хорошо. Хотелось бы еще приехать, поучаствовать? Да, в следующем году я обязательно приеду. Приятным сюрпризом для участников этнолагеря стал приезд главы государства. Анатолий Бибилов пообщался с организаторами и участниками этнолагеря, ознакомился с условиями их пребывания и даже поучаствовал в дружеском матче по волейболу. Что касается мастер-классов, для девчонок провели тренинг по изготовлению остинских пирогов. Готовка проходила по четким руководствам мастера. Все готовились с энтузиазмом. А дегустировал пироги юных хозяюшек глава государства. По словам Валентины Гатикоевой, ранее планировалось организовать только один поток участников. Однако желающих принять участие в программе этнолагеря было намного больше. Поэтому было принято решение организовать второй поток, чтобы еще больше ребят смогли провести свой досуг с пользой. Эльвира Дебилова, Айда Кочева, Оксана Таттаева, Суслан Аджеев. Информационный выпуск «Сегодня». Сегодня в Научно-исследовательском институте состоялась презентация третьего тома научной прозы кандидата философских наук Коста Дзугаева. Автор выступил с докладом о своем труде. Он отметил, что в процессе работы над заключительной частью возникли небольшие трудности. На помощь пришли немецкие историки с необходимой информацией. В Научно-исследовательском институте состоялась презентация издания старшего научного сотрудника отдела новой и новейшей истории кандидата философских наук Коста Дзугаева. Сталинские расстрелянные списки и депрессии с 1937 по 1938 год. Книга вышла в трех томах. Сегодня он представил третий том научной прозы. Мероприятие приурочили к столетию геноцида. Монография посвящена вопросу «Воссоединение двух частей Осетии в составе России». Дзугаев зачитал доклад, где рассказал о своем научном труде. Он представил научному сообществу конкретные и подробные материалы и списки тех, кто был репрессирован из Южной Осетии. Я провел здесь сопоставительный анализ этих так называемых сталинских распространенных списков и имеющегося на сегодняшний день списка репрессированных жителей Южной Осетии в 1937-1938 годах. Список этот был мною впервые опубликован именно в этой третьей монографии по попытке воссоединения Осетии 1936 года, которая затем была потоплена в крови 1937 года. Как рассказал автор, в процессе работы было много открытий, однако возникли небольшие трудности, когда он работал над заключительной частью в связи с тем, что не было достаточной информации и материала. Но в этом вопросе ему помогли немецкие историки. Немецкие коллеги-историки, которые предложили мне вместе с ними поработать именно по Грузии, они сумели найти довольно информативные там источники. Я, прочитав их работы, сразу обратил внимание, что почему-то по Южной Осетии у них не было отдельного рассмотрения. И со своей стороны предложили им, что давайте я вам сделаю вот эту часть. К их чести они согласились на это. И моя работа по Южной Осетии вот тогда, несколько лет назад, была включена в тот сборник, который они подготовили. Научно-исследовательскую работу по данной теме Костадзугаев начал в 2014 году. Я хочу поблагодарить своего непосредственного начальника отдела Мурата Кузьмича Джуева, всем нам хорошо известного, за его доброжелательную поддержку моей работы. Конечно, директора нашего учреждения Роберта Хазбевича Габлоти, и, разумеется, министра образования и науки нашей республики Натали Константиновну Гасиеву, которая поддержала издания этих монограждан. Они по одной, по отдельности, были презентованы раньше. Организацией презентации занималась Единая Ланья, если вы помните, под руководством Михаила Кочева. Завершили презентацию коллегии ученого. Они поздравили Костадзугаева с выходом в свет очередной книги. Выразили уверенность, что научная работа будет иметь продолжение. Все его работы проходили уже на стадии рукописи через меня. Хочу отметить, что действительно книга, которая состоит из трех частей, и будет иметь продолжение еще, очень важное, очень актуальное, не только как историческая работа, но и как политологическая работа. И здесь, кроме этого, никто ничего не сказал, но я хочу сказать, что эта работа Пустой Георгиевича в прошлом году была удостоена государственной премии республики Южной Осетии. Это премийник Костадзугаева. Вы согласитесь с вами, что Костой Георгиевич платил огромную работу по сбору этого материала. И период, который он рассматривает во всех этих трех монографиях, имеет особенное значение для нашей республики, для сегодняшнего, нашей республики, и для завтрашнего дня тоже. Агунда Гобозва, Олимбэ Тэф, информационный выпуск сегодня. На этом наша программа подошла к концу. Я Ирина Чуоева. Желаю вам всего доброго и хороших выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова